итак обзор по марку toyota mark 2 в общем менял плавающие саленблоки здесь в этом месте здесь менял плавающий здесь поменял плавающий потом саленблок задних стоек и с этой стороны и шаровую болтик то новая шаровая значит так какие моменты плавающий саленблок находится в цапке здесь то есть кулаки снимать кулак не вариант я пользовался вот таким набором там как бы ни одна оправка не подошла мостырил короче поршня от ауди там туда-сюда ну в общем в общем выпрессовал запрессовал запрессовывается в принципе легко но надо здесь пыльники вот эти снимать чтобы их не повредить вот выпрессовывается запрессовывается при помощи приспособления шаровая как меняется откручивается здесь не снизу стойка чуть-чуть убирается здесь ключом на 19 я открутил вот эти два болта и стойку пододвигаешь и в общем кое-как рычаг вылазит потом перепрессовываете шаровую аж заикаюсь просто величественная тойота замучился за весь день но не суть перепрессовываете шаровую тут стопорное кольцо все в принципе не сложно меняется хотел соленблоки на стойках поменять по месту тоже приспособлением но ничем я не вышло то есть спрессованы они очень сильно пользовался я прессом вот там у нас пресс стоит вот пользовался прессом то есть снимал стойку полностью и выписывал прессом вышла на 12 тоннах она очень сильно за призах заходила на 8 тоннах очень-очень-очень сильно на там сидит так значит стойкая снимается все просто сзади откручивается здесь вот сзади разбирается как можно сказать сидение задние там все просто там некоторых видео я видел что-то там отщелкивают ремни зачем-то непонятно вообще ничего там отщелкивать не надо просто отщелкивается нижняя сидушка вверх подымаю вверх подымается задняя сидушка и назад просто и там места хватает там три болта на 12 вместе с опорой она откручивается и вытаскивается все просто ничего откручивать не рычаг не надо здесь откручивать ничего просто стойку откручиваете выводится она вот сюда задняя часть и вылазит наружу помимо вот этого болта и сверху трех болтов откручивать больше ничего не нужно ну колесо естественно как бы принципе вот так вот по марку все все протянул смазал ну здесь вот болты хреново откручивались гайковертом я гайковертом откручивал принципе все пошло все открутилось ну шару не очень удобно откручивать ну как бы тут по идее как бы шрус надо снимать но я шрус не снимал я так ключом и открутил и закрутил также вот с этой стороны тоже так же все меняется в принципе просто просто но долго и мучительно вот такой марк здесь от трава конечно в принципе такое неплохое состояние у марка тут рейку еще менять надо что-то застучало такой гнилой подрамник через гнивший полностью так у нас сегодня работаете заканчиваю сейчас надо прикрутить колесо колеса протянуть диаметрическим ключом стойки я затягивал под нагрузкой сейчас опускал лазил под машину затягивал под нагрузкой и вот этот рычаг тоже нужно затягивать под нагрузкой дальше развальные болты я не трогал ну любом случае ему нужно будет на развал ехать у нас есть развал но обычный такой из кого на нем я хорошо не сделаю ему как бы если передний привод был бы то еще ладно задний тоже платформы там нужны у меня только наперед платформа есть вот в принципе можно помучиться конечно блин развал в принципе можно выставить здесь но если честно мне очень хочется потому что я не могу гарантировать что я его сделаю качественно поэтому его делать на этой машине не буду болты все обязательно смазывайте очень сильно они ржавеют то есть выкручивались они но здесь на стойках тоже сильно ржавеют ржавый ржавый такой вот ну такой типа видео отчет по такому автомобилю еще здесь нужно будет поменять вот эти это уже совсем другая история